здравствуйте в студии олег хилл сегодня в выпуске по словам букингемского дворца королева вернулась к работе и провела два виртуальных мероприятия почти все услуги метро в лондоне в настоящее время приостановлены из-за 24 часовой забастовки для железнодорожных путешественников англии вступила в силу самая высокая за 9 лет повышение стоимости проезда на поездах число смертей связанных с наркотиками в северной ирландии увеличилась более чем вдвое за последние 10 лет сайт сравнения цен компар компар the market удалил рекламу с изображением мультипликационного богатого русского суриката александра орлова слова экстремальный невыносимый рекордный все чаще появляются в заголовках новостей о климате нашей планеты как помочь в данной ситуации людям об этом всем сейчас подробно в выпуске новостей в великобритании на 1 марта 2022 года в студии олег хилл еще раз здравствуйте послома букингемского дворца королева вернулась к работе и провела два виртуальных мероприятия после положительные результаты теста на ковид 95-летнему 95-летней королеве пришлось отменить ряд мероприятий на прошлой неделе виртуальные аудиенции во вторник проводились по видеосвязи из виндзорского замка с послами андоры и чада дворцовые помощники говорят что королева также примет участие в некоторых частных мероприятиях хотя официальные лица букингемского дворца не дают текущих комментариев о здоровье королевы источники предполагают что возвращение к выполнению обязательств свидетельствует о выздоровлении от симптомов к вид королева никаких заявлений по поводу отношений россии и украины не сделала большинство услуг лондонской подземки все еще приостановлено вот заголовки того что произошло сегодня утром с забастовками в метро почти все услуги в метро в настоящее время приостановлены из-за 24 часовой забастовки по состоянию на два часа дня по гринвичу некоторые участки линии пикадилли централ дистрикт и ножен вновь открылись но с ограниченным движением на некоторых участках около десяти тысяч рабочих лондонского метро из профсоюза rail maritime объявили забастовку в полночь забастовка вызвана изменениями в рабочих местах и пенсиях профсоюзы обеспокоены тем что сокращение расходов может привести к потере сотен рабочих мест и сокращению пенсии а также условий труда мэр лондона садик хан сказал bbc что текущий пересмотр пенсии является частью условий связанных с недавней сделкой по оказанию помощи правительству транспорта for лондон тфл железнодорожные и трамвайные перевозки тфл работают в обычном режиме лондон оверграунд работает в сокращенном режиме докланд слайд рейвелл не ездит между шедвелл и банк по данным компании том том занимающийся технологиями определения местоположения загруженность дорог вокруг столицы была самой высокой за этот год поскольку многие пассажиры пытались проехать через столицу сбой произошел в тот же день когда стоимость проезда в метро и автобусах выросла в среднем на 4 и 8 процента еще одна 24 часовая забастовка будет проведена в четверг и в среду и в пятницу и это также может повлиять на работу служб будьте готовы к тому что в этом тоже война виновата регулируемые тарифы в англии в эльсе вырастут на 3 и 8 процента они покрывают около половины стоимости проезда и включают абонементы на большинство пригородных маршрутов имеется ввиду повышение цен на железнодорожный транспорт которые тоже началось сегодня лейбористы осудили то что они назвали жестоким ростом цен в то время как профсоюз тьюси заявил что это затруднит восстановление городских центров после к вида оказывается к вид в чем-то еще виноват но правительство заявило что рост был ниже уровня инфляции текущий индекс розничных цен измеряет инфляцию на уровне 7 и 8 процента повышение железнодорожных тарифов основана на уровне инфляции рпи в прошлом июле увеличение стоимости проезда на поезд было бы выше чем 3 и 8 процента если бы правительство использовала свою обычную формулу рпи плюс один процент тем не менее рост со вторника является самым резким с января 2013 года согласно данным отраслевой организации rail delivery group это происходит то время когда стоимость жизни в великобритании растет самыми быстрыми темпами за 30 лет и ожидается что темпы роста будут расти еще больше а вы продолжаете следить за тем что проходит за границами британии по официальным данным число смертей связанных с наркотиками в северной ирландии увеличилась более чем вдвое за последние 10 лет и это только те кто попал в статистику 2020 году число смертей выросло до 218 данные агентства статистики исследований северной ирландии показывают что две трети смертей связанных с наркотиками в двадцатом году были связаны с двумя или более разнообразными наркотиками героин и морфин были связаны с 55 смертями что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений статистика показывает что в девятнадцатом году было 191 случай смертей связанных с наркотой а 92 случая в 2010 году согласно последним данным люди живущие в неблагополучных районах в пять раз чаще умирают от наркотиков чуть больше половины из 218 умерших мужчины возрасте от 25 до 44 лет вероятно у наркодилеров тоже существует возрастной ценз они не продают наркотики людям до 25 я это так понял смертность от наркотиков связанных с кокаином увеличилась до самого высокого уровня за всю историю наблюдений с 13 в 2017 году до 36 в двадцатом году наркотики зло и я вас предупреждаю пожалуйста не и не употребляйте наркотики связи с санкциями пострадали не только реальные олигархи но и виртуальные сайт сравнения цен compare the market удалила рекламу с изображением мультипликационного богатого русского суриката александра орлова из выпусков новостей и контента из-за выпусков новостей и контента о войне фирма заявила что пересмотрела свою медиа стратегию из-за проблем которые связаны с российским вторжением орлов и его закадычный друг сергей участвуют в одной из самых узнаваемых компаний в рекламной индустрии в заявлении фирмы подчеркивается сурикаты вымышленные персонажи compare the market предложил они не имеют никакого отношения ни к россии ни к текущей ситуации но мы постоянно пересматриваем нашу рекламу чтобы убедиться что мы реагируем на текущую ситуацию интересно почему они не сунули сурикатом калашников руки однако орлов родом из вымышленного российского города и впоследствии впоследствии переехавший лондонский особняк по словам владельца фирмы финансовой компании биджи эл из петербурга реклама сурикатов показывается с 2009 года и оказалась настолько успешной что крылатая фраза орлова просто было добавлено в оксфордский словарь английского языка девятнадцатом году персонажи породили дополнительные мягкие игрушки которые рассылались в качестве рекламных акций людям которые использовали сравнение цен на этом сайте да богатые виртуальные олигархи тоже плачут слова экстремальный невыносимый и рекордный все чаще появляются в заголовках новостей о климате нашей планеты пакистанский город джейкабабад недавно официально преодолел температурный порог который может выдержать человек хотя и не недолго отмечает за телеграф несколько дней спустя эксперты в сша сообщили что тепловой купол был виноват в резком повышении температуры на северо-западе тихого океана когда ртутный столбик достиг 46 с половиной градусов в городе портленд штат орегон была та же температура по другую сторону атлантики более 150 человек погибли в результате сильного наводнения в германии еще сотни пропали без вести а в соседней бельгии сообщается о новых жертвах связанных с наводнением как вы знаете англию накрыла несколькими штормами подряд а в азии власти провинции хэнань выпустили на этой неделе предупреждение о погоде самого высокого уровня поскольку проливные дожди прокатились по обширным территориям северного и центрального китая каждый из этих экстремальных погодных заявлений вызвало новые предупреждения ученых и политиков о постоянно растущей угрозе внимание не от россии а которую представляет изменение климата то есть да спасите мир как говорится в то время как германия и бельгия а также некоторые части нидерландов и люксембурга ощутили последствия дней с интенсивными дождями постдамский климатолог датар гертен сказал national geographics что ситуация не так уж удивительна для ученых увеличение числа экстремальных явлений это то что мы видели в прогнозах климатических моделей добавил он ну что хочу спросить я помогла ваша сортировка мусора или отказ от пластиковых пакетов может быть электромобили помогли хотя я точно уверен гендерно нейтральные туалеты тут ни при чем они только на нервы многим действуют они на климат ну а в целом ситуация подходит к развязке что хочется сказать перед выпуском погоды друзья мои в последнее время в соцсетях нарастает нарастает напряженность очень сильно я не хочу по этому поводу высказываться но это переходит разные границы уже личные у людей начинаются личные оскорбления и так далее кто-то требует помогать одним кто-то требует помогать другим кто-то просто отмалчивается те кто отмалчивается получают сейчас больше всех с обоих сторон очень агрессивных комментаторов я хочу сказать о другом если вы хотите чем-то действительно помочь я от всей души хочу просто порекомендовать мне прислали ссылку независимо от того что это дети из украины если вы поддерживаете другую сторону или другие страны и так далее вы можете найти на этом сайте ссылка на который будет в описании вы можете найти кому помочь но вот эти дети которые онкобольные они в данный момент оторваны от семей и они лежат в больницах без своих родных они напуганы они не получают должное количество лекарств из-за того что денег не хватает на лекарства хватает только на бомбы и и поэтому если вы хотите кому-то действительно помочь то заткнитесь на страницах фейсбука и помогите тем кто в этом нуждается а нуждаются в основном дети взрослые могут просто опустить оружие а вот дети выздороветь сами по себе не смогут все деньги которые вы отправляете на оружие в том числе правительство которое поддерживает оружием страны на мой взгляд неправы если хотят мира то они не будут вооружать страны в общем ссылка на этот сайт в описании сайт проверенный там действительно собирают деньги на лечение на многие вещи то есть если вам не хочется поддерживать именно их вот там наверху прямо на на такой же картинкой там будет поиск можете вбить туда россия грузия не за америка индия кому хотите тому и помогите займитесь делом они руганю в соцсетях сейчас новости погоды я надеюсь что игорь павлов добавит немножко добра в этот выпуск потому что мои нервы уже на пределе всем доброго времени суток вы на канале русских новостей соединенного королевства мужики до самого любимого дня осталось семь дней до уже 1 марта покупку подарка не откладывайте на самый последний момент а то нет никого без защитней мужика бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу сегодня погода в большей части англии будет солнечная яркая и по-настоящему весенний какой счастье разделят в шотландии северной ирландии и в северной части англии от нюкастала до хула до донкастера и манчестера простоит солнечный день жители центральной и южной части порадоваться тоже смогут погоде но не сегодня тут дождливый день простоит сильные ливни в ливни пройдут по южному побережью температура в среднем шотландии и северной ирландии плюс 4 плюс 6 эдинбург абердин белфас плюс 6 температура в среднем в англии плюс 6 плюс 9 хулл бостон милтонкинс 6 лондон экстер дуэвер карди в 8 а вот у меня сломалась дрель и я кажется знаю что подарю жене на 8 марта ведь ей надо чтобы я чем-то полки прикручивал пусть первым весенний день поднимет вам настроение и согреет солнце своими лучами или дождливой капли сыграет вам мелодию души хорошего дня спасибо игорь так по поводу своих нервов я пошутил но действительно меня со всех сторон пытаются вывести из себя своими вопросами почему я не за кого почему я соблюдаю нейтралитет я сказал я выскажусь когда вы все успокоитесь на данный момент никто из никто из моих очень мало людей из моих знакомых остались спокойными и рассудительными все остальные пожалуйста не дергайте меня я не хочу нервничать у меня и без вас забот хватает потому что у меня слишком много друзей во всем мире именно во всем мире все вам доброго мирного неба над головой и и и